Кузбасские волонтеры передали в Центральный избирательный штаб Владимира Путина первую партию подписи за его выдвижение к кандидатам на выборы президента России. Коробки с собранными подписными листами украшались вручную. Крышка каждой из них содержит настоящий уголь. Вместе с подписями из Кузбасса отправили подарки, изготовленные самыми теплыми пожеланиями для Владимира Путина. Кузбасские мастерицы сделали своими руками валенки, варежки и носки. На волочную обувь мастерицы нанесли надпись «Кузбасс за президента». Мне хотелось бы передать большущий привет из Кузбасса, подарить свой подарок Владимиру Владимировичу. Валенки чудесные, теплые от всего моего сердца. Я сама их сделала. Сделала от и до. Это теплый, замечательный подарок. Я считаю, что я прям постаралась очень для вас. Еще бы мне хотелось сказать вам огромное спасибо, что вы есть, что вы заботитесь о нас. Мы чувствуем это, всегда чувствуем. В своем стремлении выразить поддержку Владимиру Путину объединились кузбассовцы разных профессий, возрастов и национальностей. Это работники промышленных предприятий, спортсмены, студенты, ученые, учителя, артисты, библиотекари, пенсионеры и, конечно же, шахтеры. Я отдаю свой голос за Владимира Владимировича Путина, потому что считаю, что он настоящий лидер для нашей страны. Он искренне переживает за Кузбасс, за шахтеров, за угольную промышленность. Шахтеры за Путина. Я отдаю свой голос в поддержку Владимира Владимировича Путина, потому что за ним победа. Горняки за Владимира Владимировича. Я отдаю свою подпись за Владимира Владимировича Путина, потому что он гарант развития нашей страны. Шахтеры за Путина. Подписи собирают 500 волонтеров по всему Кузбассу. Они отмечают, что люди приходят в штаб общественной поддержки и в исполком общероссийского народного фронта целыми семьями и даже династиями. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов закончится 31 января. Эти данные передаются в Центр избирком. Далее, до 10 февраля он принимает решение о регистрации представленных кандидатур на пост президента. На сегодняшний день Центр избирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Галина Линария, Ленинск.